Наша следующая тема называется, нужно ли заниматься апологетикой. По большому счету, после того, о чем мы с вами поговорили, вопрос кажется излишним. Однако каждый раз, когда я выступаю в аудиториях, там есть люди, которые говорят о том, что заниматься апологетикой и тратить на это время на самом деле не нужно. Почему? Они говорят о том, зачем тратить время христиан? У нас ведь не так много времени, нас самих не очень много, у нас силы, ресурсы не безграничны. Зачем тратить эти небольшие силы, ресурсы на тех людей, которые уже решили, во что они верят, причем решили, что верят во что-то совершенно нехристианское. Если вокруг нас есть полно людей, которые о Христе не слышали, может быть, лучше средоточиться на проповеди Евангелия. С другой стороны, они говорят, вокруг нас есть много нуждающихся людей, людей, которые нуждаются в элементарной физической помощи, которым нечего есть. У нас есть девочки-подростки беременные, у нас есть бомжи, которым негде жить, у нас есть алкоголики-наркоманы, которым нужна помощь, у нас есть масса проблем, которые лежат просто на кончиках пальцев, которые нужно заниматься. И у церкви, к сожалению, не хватает ресурсов, времени и возможности, что заниматься всеми ими. И люди задают совершенно закономерный вопрос, надо ли нам с вами заниматься, тратить время на ту проблему, о которой мы с вами сегодня говорим. Нужно ли нам тратить время на культистов, на сектантов, на тех людей, которые проповедуют ложное учение. Я бы хотел сказать следующее. Мы говорим с вами о необходимости апологетики вовсе не потому, что я хочу принизить значение остальных христианских служений. Христианская церковь – это тело, в котором очень много членов. И у каждого человека есть свое призвание от Бога, безусловно. Каждому человеку Господь дает свое поручение, и каждый из нас видит вокруг себя массу нужд, на которые мы расходуем разумно с молитвой то время, которое у нас есть. И понятно, что далеко не всех людей Господь призвал заниматься апологетикой 24 часа в сутки, 365 дней в году. Понятно, что у каждого из нас есть какие-то свои жизненные приоритеты. Но я бы хотел сказать следующее. К сожалению, апологетика – это не вопрос нашего выбора. Момент, когда мы начинаем заниматься защитой того, во что мы верим, это не вопрос нашего желания. Это то, с чем рано или поздно каждому из нас обязательно придется столкнуться. Апологетика – это не вопрос выбора, это не вопрос желания, это вопрос того, когда сама жизнь заставит нас этим заниматься. Когда кто-то из наших близких попадет в ловушку лжеучения. Когда кто-то из наших знакомых окажется последователем какого-то из тех культов, о которых мы с вами говорим здесь в этой аудитории. И когда нам с вами лихорадочно придется перечитывать все доступные книги для того, чтобы вытащить их оттуда. Поверьте мне, я видел очень много людей, в жизни которых это сработало. Практически все люди, которые занимаются апологетикой сегодня серьезно. Это те люди, которые в прошлом либо сами соприкоснулись с каким-то культом, либо у кого-то кто-то из близких попал туда. Я видел людей, которые доходили до отчаяния, пытаясь своих знакомых, родных, детей вытащить из какого-то очередного культа. Беда заключается в том, что если у нас с вами есть время заранее подготовиться и мы разумно его используем, то в нужный момент в нашем распоряжении будут знания и возможности, чтобы что-то сделать по этому поводу. Но чаще всего люди не придают этой проблеме большого значения. Они считают, что их это как-то обойдет стороной. И когда эта проблема касается их лично, огромное большинство людей оказываются к этому не готовыми. Я хорошо это вижу по своим студентам, в частности, потому что время от времени происходит такая вещь, когда кто-то из студентов, которые просидели хорошо время наших занятий, которые чего-то там где-то может быть даже записывали, которые сдавали там экзамен на тройку или на четверку, спокойно уехали домой. Спустя какое-то время пишут мне письмо и говорят «Дмитрий, мы забыли свои конспекты в Петербурге, а кто-то из моих близких попал к Светлю Мегову, что мне делать по этому поводу?» И мне нужно посылать им снова эту информацию, что я с радостью, конечно, делаю. Но штука в том, что у нас с вами на самом деле сегодня есть благоприятная возможность как-то подготовиться к той проблеме, с которой мы рано или поздно столкнемся. Еще раз, это не вопрос нашего выбора, это не вопрос нашего желания, это вопрос того, когда жизнь заставит нас этим заниматься. Это, к сожалению, абсолютная реальность, неизбежная реальность нашей жизни. И поэтому мы говорим о необходимости апологетики не потому, что она важнее или лучше других служений, а потому что это неизбежная реальность, с которой мы все с вами столкнемся. Бомжи не ходят по домам, они говорят «Сделайся бомжом, пойдем с нами жить на помойке». Наркоманы не говорят «Пойдем, будь с нами наркоманом, страдай от ломки». Да, алкоголики не говорят «Пойдем с нами пить, тоже будешь там зеленых змеев ловить по углам». Эти люди ходят по домам, они проповедуют свое ложное учение, проповедуют с огромной скоростью. И вопрос, когда это доберется до кого-то, кто нам дорог, это на самом деле только вопрос времени, потому что лжи учений много, они растут и проповедуют свою ложь вокруг нас. К счастью, сегодня еще есть люди, которые никогда в жизни не общались с свидетелями Иеговы. Я был удивлен, что такие люди есть, они есть на самом деле, даже в Москве таких людей находил. Но это временное явление, рано или поздно каждому человеку с этим придется столкнуться. Поэтому это не вопрос выбора, не вопрос предпочтения, это вопрос реальности, в которой мы живем. Кроме того, есть еще одно соображение, по которому нам необходимо заниматься апологетикой. Дело в том, что апостол Павел пишет очень важную вещь. Он говорит, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, чтобы больше приобрести. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. В понятие «все» входят на самом деле все. Не только тем людям, те люди, которым удобно проповедовать, не только те люди, которым на самом деле мы без особых проблем можем послужить, но и те люди, которые не хотят слышать Евангелие. Эти люди тоже нуждаются в том, чтобы услышать Евангелие. Более того, уникальная особенность этого служения в том, что если вы обратите ко Христу одного свидетеля Иегова, вы спасете не только его душу, но и души тех десятков людей, которым он потом пошел бы проповедовать свое ложное Евангелие. Это учение, оно растет, распространяется, в этом его главная опасность. Но очень важно то, что когда человек приходит к нам домой и говорит, я хочу поговорить с вами о Боге, обычная простая человеческая любовь, она должна побудить нас рассказать этому человеку истину во Христе. Писание призывает нас не сортировать людей на тех, кому мы должны проповедовать и тех, кому мы не должны проповедовать. И часть нашего миссионерского поля, часть тех людей, которым мы обязаны своей проповеди, являются как раз культисты и проповедники ложных учений. И для того, чтобы проповедовать им эту истину, мы должны с вами к этому быть готовы. Апостол Павел пишет, рабу Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, скротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от силы лукавого, который ловил их в свою волю. Скротостью наставлять противников. Это трудное служение. Это не всегда приятное служение. Обязанность вообще не всегда, как правило, неприятна. Но это благословенное служение, потому что на самом деле, если вы увидите, как человек, который был обеими ногами по ту сторону гибели, потому что он проповедовал и принимал ложные учения, когда вы увидите, что этот человек обрел жизнь, и когда вы понимаете, что вы тем самым привели к спасению не только его, но и избавили от этой страшной участи тех людей, которым вы будете проповедовать, это на самом деле великая радость Бога. И эта радость ничуть не уменьшается от того, что вы понимаете, что вы своими руками ничего к этому не приложили. Это чудо Господнее, которое совершилось у вас перед глазами. Да, вы верно сделали то, что вы должны были сделать, но покаяние этого человека – это не результат ваших усилий. Это чудо, которое Господь совершил вашими руками. Это на самом деле великое, замечательное чудо. Когда я был еще молодым совсем верующим, буквально несколько год, наверное, от роду, один мой знакомый, американский миссионер, сказал мне, что ты никогда не забудешь того человека, который впервые у тебя на глазах станет христианом. Вы знаете, я действительно не забыл. Я помню этот момент, когда во время одной большой конференции, когда людям проповедовали Евангелие, приглашали всех вперед, когда потом я был в числе тех людей, которые должны были разговаривать с теми, кто помолился молитвой покаяния. Я вдруг увидел, что там по рядам ходит какая-то девушка с таким потерянным совершенно лицом. Я подошел, спросил, в чем дело. Она говорит, что я помолилась молитвой, но ничего не чувствую. Вроде ничего не изменилось. Я с ней поговорил несколько минут, и я просто увидел, как лицо ее изменилось. Как у нее глаза загорелись, а она вдруг увидела то, чего увидеть раньше не могла. И точно так же вы никогда не забудете того человека, который был по ту сторону жизни и смерти. Человек, который не только сам погибал, но и нес погибель другим людям, когда этот человек приходит к жизни. Это все лирика, конечно. Это все чисто человеческие чувствования, но тем не менее это есть. И именно любовь, именно желание послужить этим людям, неравнодушие заставляет нас что-то делать по этому поводу. У нас есть миссионерское поле, которое само стучится к нам в дверь. Оно не ждет, когда мы к нему придем. Оно само к нам стучится. У одного христианского служения, существующего в мире, апологетического служения, которое называется Христианский исследовательский институт, если вам знакома книга Уолтера Мартена «Царство культов», то это институт, который он создал, директором которого он был до самой своей кончины. У этого института есть такой слоган, девиз, который звучит таким образом. «Готов ли ты сделать ради истины то, что культы делают ради лжи?» «Готов ли ты сделать ради истины то, что культы делают ради лжи?» Они тратят огромное количество денег, времени, сил на то, чтобы ходить, проповедовать людям свое ложное учение. Вопрос «Готов ли ты сделать ради истины то, что они делают ради лжи?» Вопрос, на который нам с вами необходимо ответить. Мартин Лютер однажды сказал замечательную вещь. «Если я самым громким голосом и самым ясным образом проповедую каждую часть Божьего Слова, за исключением именно той маленькой части, на которую в тот момент нападают мир и сатана, я не исповедую Христа, как бы смело я его не проповедовал. Верность солдата проверяется там, где идет бой. Если он вступает на этом участке, то вся его твердость и упорство на остальном поле сражения – это позорное бегство». На самом деле очень простая мысль. Смелость нужна там, где в данный момент враг атакует. Странно быть смелым за много километров от линии фронта. Смелость не нужна в тылу. Смелость нужна там, где в тот момент идет бой. И апологетика – это то, что естественно возникает как раз на нашей линии соприкосновения с противником. Это тот самый пролом в стене, в котором мы с вами призваны стоять. И в тот момент, когда такой пролом возникает, когда возникает вот эта схватка, когда возникает эта битва, уже нет вопросов о том, должны мы этим заниматься или не должны. Не возникает вопросов, чье это служение, и кому оно принадлежит, и кого Господь призвал к этому. Потому что, когда вы видите, что стена вот-вот падет, вы хватаете оружия и идете защищать падающую стену. Потому что вы знаете, что иначе последствия будут гораздо более страшными. Любовь и необходимость защитить тех людей, которых мы любим, вот это и есть то, что двигает нас в желание проповедовать истину и защищать истину. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Чтобы суммировать то, о чем мы с вами говорили, есть три главные причины, почему мы занимаемся апологетикой. Первая причина – сам Господь призывает нас к этому. Мы уже слышали эти два отрывка. Послание Иуда, 3 глава. Подвязаться за веру, раз навсегда преданную святым. Там, кстати, очень интересный текст. Каждый раз, когда я проповедую на эту тему в какой-то церкви или в какой-то аудитории, я всегда очень хорошо понимаю те чувства, которые двигали автором послания Иуда. Он пишет «Возлюбленный, имея всякое желание написать им в общем спасении, я почел за необходимость написать им вещание, подвязаться за веру, раз навсегда преданную святым». У нас на самом деле есть масса более приятных тем для разговора. И поверьте, я с гораздо большим удовольствием потратил бы эти полчаса, час на то, чтобы поговорить о том, что Господь делает в вашей жизни, в моей жизни. Почитать вместе Писание, посмотреть на то, что Господь хочет нам сказать. Та причина, по которой мы говорим, о том, о чем мы говорим, это не наше удовольствие, это необходимость жизненная. Мы говорим об этом, потому что у нас есть некий долг по отношению к Богу, по отношению к себе, по отношению к нашим близким. Почел за необходимость написать ему вещание, подвязаться за веру, раз навсегда преданную святым. И поэтому вопрос стоит не в том, чтобы мы с вами получили какое-то удовольствие от изучения этой темы, хотя я надеюсь, что наше общение будет нам не неприятно, по крайней мере. Тем не менее, это необходимость абсолютная. Если бы даже нам было это абсолютно неприятно, если бы нам до тошноты неприятно было говорить на это тема, мы все равно обязаны об этом говорить, потому что рано или поздно это понадобится нам для того, чтобы помочь другому человеку. Когда врачи учат, в часть их подготовки вводят в морг и показывают им мертвых людей, где все это очень нехорошо и неприятно пахнет формалином. Я помню, когда мои знакомые, друзья, которые учились на врачей, приходили после этих занятий домой, от них очень неприятно пахло, потому что они сами все этим запахом пропитываются. Есть люди, которых на самом деле тошнит, которые падают в обморок, которые просто не могут переносить все эти вещи. Это необходимая часть обучения, потому что человек должен знать, как это выглядит и как это работает на практике. У нас с вами тоже сейчас такая прозекторская в нашей аудитории. Мы разбираем с вами некоторые духовные трупы по частям, не потому что доставлять нам удовольствие, а для того, чтобы знать, как помочь живым. В этом отношении очень важно, чтобы мы использовали то время, которое у нас есть, для того, чтобы в будущем иметь возможность послужить другим людям. Первая причина, как я уже сказал, сам Господь призывает нас подвязаться за веру и давать ответ всякому требующему нас отчета в вашем уповании, причем всегда, когда у нас этого отчета ответа попросят. Во-вторых, человек – это разумное существо. Хотим мы того или нет, и даже хотя иногда не кажется, что это правда, у каждого из нас в голове есть машинка под названием «разум». Как говорил один мой знакомый, Господь дал человеку настолько сильный разум, что я иногда его просто боюсь. Человек настолько убийственным способом его использует, во вред себе и другим, что это страшно иногда. Действительно, у нас с вами есть разум. И Писание говорит о том, что мы должны возлюбить Бога не только всей крепостью своей, не только всей силой своей, но еще и всем разумением своим, тем, что есть у нас в голове. Если мы с вами отказываемся пользоваться нашим разумом, то мы начинаем быть похожи на того боксера из анекдота, которого спросили, зачем тебе голова, и он сказал, я в нее ем. А вот для того, чтобы голова нам нужна была не только для того, чтобы в нее кушать, необходимо, чтобы наша голова работала, необходимо, чтобы мы с вами учились иметь Бога в разуме. И апологетика является как раз той частью нашего благовестия, которая обращена к разуму человека. Опять же, еще ни один человек не стал христианином, потому что ему доказали, что Бог есть. Но тем не менее, разум является огромным препятствием для многих людей на пути к Богу. И апологетика помогает разгрести многие из тех препятствий, которые стоят на пути веры человека. Именно в этом ее ценность, именно в этом ее замечательная особенность. Ну и третий момент. Как мы уже говорили с вами, апологетика помогает нам познавать Бога. Апологетика помогает нам познавать учение христианское. Как писал апостол Павел, и как доказывает сама жизнь, мы должны постоянно вникать в себя и в учение, чтобы себя спасти и слушающих нас. Апостол Павел пишет об этом в первом послании Тимофея, 4 глава, 16 стих. Вникая в себя и в учение, занимаясь этим постоянно, и вот так поступая, себя спасешь и слушающих тебя. Блажен Августин, епископ Гиппонский, о котором мы с вами уже сегодня вспоминали, в своей замечательной книге об истинной религии написал еще одну замечательную фразу. В Святой Церкви есть много мужей, искусных перед Богом, но они не бывают явлены в нас, пока, услаждаясь мраком своего невежества, мы предпочитаем предаваться сну, а не созерцать свет истины. Поэтому многие пробуждаются ото сна благодаря еретикам, чтобы видеть день Господень и возрадоваться. И так будем пользоваться еретиками. Не с тем, чтобы одобрять их заблуждение, а с тем, чтобы самим быть более бодрствующими, осторожными, защищая кафолическое, то есть вселенское христианское учение от их козней, хотя бы самих их мы и не могли призвать ко спасению. Среди нас есть много мудрых, умных, способных людей, но они часто незаметны среди нас, они никак не проявляют себя. И вот Господь посылает нам такого рода испытания для того, чтобы среди нас выявились искусные. Помните, как Писание говорит, надлежит быть спором между вами, чтобы выявились искусные. Вот таким образом Господь призывает к себе тех людей, которые способны защищать христианскую веру. Именно в такие критические моменты человек понимает, на что он на самом деле способен и как он может послужить Богу. И Господь попускает, что вокруг нас были еретики для того, чтобы мы с вами пробуждались от сна, чтобы мы видели день Христов, радовались и могли этой радостью поделиться с другими людьми. И Августин на самом деле очень справедливо говорит, что давайте, раз уж это есть, давайте будем пользоваться еретиками. Не в том смысле, чтобы одобрять то, во что они верят, а в том, чтобы на их примере учиться самим быть более бодрствующими и осторожными. Чтобы самим научиться ценить и защищать то учение, которым мы живем. Вот это и есть то, чем мы с вами занимаемся, то, о чем мы с вами говорим. Субтитры сделал DimaTorzok